После войны в Челябинске на базаре я видел парнишку, который, морячок, у него теляшечка, на тельнике две полоски, бушлатик, вот, коротенький. А почему коротенький? Потому что он сидел на деревянной коляске, абсолютно без двух ног, под самый поп. И он пел на хромке, такая гармошечка, и сестра с толстой, русой косой, с бескозырки вынимала тридцатки красные. Это осталось у меня на всю мою жизнь. И пел он, ребята, песню, сейчас вы услышите, на знакомый мотив, но слова очень, очень жалостная песня. И так я хотел бы для вас, ребята, для тех, с кем я сегодня здесь общаюсь, для этого стоило перелетять океан. Я встретил его, близ Одессы родной, когда в бой пошла наша рота. Он шел впереди с автоматом в руках, моряк Черноморского флота. Он шел впереди и пример всем давал, он был у рождения с арденки. А ветер его лихо кудрый трепал, и ленты его без козы. А я встретил его после боя в огне, в украинской чистенькой хате. Лежал он на докторском белом столе, в кровавом матросском у штате. Тринадцать ранений хирург насчитал, две моря засели глубоко. В бреду наш отважный моряк напевал, раскинулось море на широкое. А к доктору, родной, если будешь в Москве, зайди ко мне в дом на Орненку. Жене передай мой горячий привет, а сыну отдай мне сказку. Она простая старушка, ждет сына домой, ей скажут, она зарызает. А волны бегут от венка за кормой, и следы до них пропадают. КОНЕЦ КОНЕЦ